МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько осадков обещают синоптики на четверг, 23 февраля. Север Казахстана сразу занимает однозначную позицию. Он окажется в самом сердце антициклона. А значит, будет малооблачно, осадки исключены практически штиль. Температурный фон на 5-8 градусов превышает свою климатическую норму. Кокшетау здесь ниже минус 3, дневная температура воздуха не опустится. Кустанай без снега и минус 5. С Петропавловску обещана плюсовая температура. Большую часть запада страны накроет массивами облачности. Холодный атмосферный фронт обеспечивает регион скоротечными снегопадами. Также здесь усилится ветер. Ахтубей и Уральск днем плюс 1. Атырау идет на повышение плюс 2. В самых южных районах иная ситуация. На фоне повышенного атмосферного давления день обещает быть относительно погожим. Актау плюс 7. На юге республики сохранится единоличное влияние азиатского антициклона. В такой ситуации на небе не облачко. Будет ярко светить солнце, тихо. Воздух продолжит интенсивно прогреваться. Погода явно возьмет курс на весну. В Казаларде ночью минус 6, днем плюс 9. В Шемкенте при свете солнца плюс 11. Тарас ожидает ясная погода при плюс 9. В Талдыкургане пока не так тепло, но оптимистично. Днем плюс 3 без осадков. Жителям Алматинской области рекомендуется прогуляться в ближайший лес. Народная примета гласит, если в зимнее время лес шумит, это значит, что вскоре будет оттепель. Восток государства останется в области высокого атмосферного давления. Поэтому ожидается переменная облачность. А осадки маловероятны. Слабый ветер постоянно меняет направление. Среднесуточная температура воздуха будет на 4-6 градусов теплее февральских показателей. Такую зиму, ну, никак нельзя назвать суровой. Пусть Каменогорский под звездами минус 17, днем минус 2. В Семее Павлодаре температурный максимум при свете солнца минус 3. Осадков не ждите. В Центральном Казахстане по-прежнему будет господствовать антициклональный тип погоды. Живи да радуйся. Обитатели региона насладятся еще одним по-зимнему комфортным деньком. Температура в области немного выше климатической нормы. Жизкозгане минус 8 в течение дня. В Караганде ночью минус 14, днем минус 3. И хорошо, что метель закончилась. На днях в Карагандинской области на дороге Казаларда-Павлодар спасатели эвакуировали 20 детей. В снежном заносе застрял пассажирский автобус с резервной футбольной командой «Шахтер». Транспорт успешно отбуксировали на очищенный участок и в сопровождении доставили в главный город региона. Алматы далек от природных катаклизмов. Здесь малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, днем плюс 6. Астана ясно и сухо. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Ночью морозит с до минус 14, днем минус 4. Ну а теперь обещанные цифры-гиганты. Знаете ли вы, что в типичной снежинке, которая, возможно, прямо сейчас упала на вашу ладонь с неба, содержится 180 миллиардов молекул воды. А каждую зиму с неба падает в среднем 1 септильон. Это единица с 24 нулями снежинок. Вот такая зимняя математика. Это была метеорологическая служба телеканала Хабар-24. Хорошей погоды. Субтитры создавал DimaTorzok